Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Наталья, и вы на канале Сад в Цветах. Сегодня 11 апреля, вечер, и я вышла немножко поработать в своем маленьком саду, в своем маленьком дворике. В общем, друзья, сейчас я вам покажу, что я сегодня сделала. Ну что, друзья, вот на этой клумбочке я открыла свои верески. Здесь у меня пока что растет две штучки. Вот это осенняя посадка розовенького вереска. И вот тут вот у меня два года растет вереск. В общем, сегодня я сняла колпачки, сделала им стрижку. Все, настала пора. Земля оттаяла и немножко пролила отсюда. Убрала хосту, вот сюда ее пересадила на передний план, так как здесь растут две крупнолистные гортензии. Когда они разрастаются, они ее просто закрывают. Я думаю, что здесь, на этом переднем плане, будет ей гораздо лучше, и она такая красивая, ее будет видно. В общем, вот так. На этой клумбочке также сняла колпачок со своей елочки коника. Очень я за нее переживала, снега было очень много. Честно говоря, я думала, что ее очень сильно поломает снегом. В общем, открыла, все у нас нормально. И также подстригла сегодня лобчатку карликовую пенеппл. В общем, вот так. Немножко почистила лилейники на заднем плане, уже начали они отрастать. Ну ничего, здесь все хорошо. Скоро все зазеленеет, будет хорошо. А самое-то главное, друзья, что я сделала, это сплела гнездо своим красавцем аистом. Осталось покрасить ножки самих аистов. Я обновила, но ноги еще не покрасила. Нужно красной красочкой. Самое главное, гнездо свита. И это очень-очень хорошо. Ну, на этой клумбе все пока по-прежнему. Здесь я сегодня ничего не делала. А вот здесь на клумбочке убрала колпачки своих вновь посаженных розочек. Розочек-спрей. Здесь у меня растут две розы. Это роза Аллегрия, которую я недавно посадила. И розочка... Как розочка называется? Забыла. Роу Фолиес. Это тоже спреечка. В общем, вот здесь вот две розочки-спрей. Ну, ничего. Скоро все зазеленеет и будет все шикарно. А еще, друзья, у меня новая моя поделка для сада, сделанная своими руками. Папа мне своздерил вот такого вот шикарного филина. В общем, я здесь творю. Пока это у меня процесс такой творческий здесь идет. Просто решила с вами поделиться. Ну что, пришли в теплицу. В теплице я тоже сегодня немножко позанималась. Пересадила. Пересадила уже на постоянное место калибраш. Калибрахуа. Вот здесь у меня стоит. Посмотрите, какие красотки. Все, они у меня здесь. В общем, ночуют в теплице. Сейчас здесь с открытой дверью вечером. Посмотрим. 17 градусов. Ну, это вечер. И открытая дверь была. Она ночью закрывает двойным слоем спан-бонда. Ну, ничего. Все стоят. Вроде как все живы. Вот здесь череночек пересклета. Нужно найти ему место. Можно уже высаживать. Пока еще не придумала, куда. Ну, ничего. Кто-то перебаливает. Кто-то вот начинает свисти. Все чувствуют себя, честно говоря, по-разному. Начинает отрастать. Курналистная гортензия из прикопа. И достала я вчера свои бесконечное лето. Поставила сюда. Начала высадку растений. Вот здесь делала два микса. Немезия вот такая белая с желтым. Вербенка ампельная. Она, значит, такая сиреневая. Тоже с белым. И гелиотроп сиреневый. Два вот здесь одинаковых микса. Я думаю, что будет смотреться неплохо. Как-то так, друзья. В общем, занимаюсь потихонечку. Прям совсем потихонечку растениями. Еще хотела вам показать. Вчера высадила вечером. На пробу. На постоянное место петуни. В неотапливаемой теплице. Вот в такие емкости. Эти емкости у меня. Ставятся мои катки деревянные. Но на ночь все равно я прикрываю вот здесь колпачками. Потому что теплица неотапливаемая. Вот здесь еще один. Землю подготовила. И вот здесь еще петунька. Вот такая. И вот здесь я уже высадила целый маточник. Это тайна от партнера. Решила, что пора ей на свободу. Вот такие вот дела, друзья. Вынесла на проращивание уже клубни георгинов. В общем, положила их в опилки в емкости. Кто-то уже вот с такими росточками. В общем, из всех георгин, которые у меня есть, пока не пророс один. Остальные все с росточками. На ночь закрываю двойным слоем спанбонда. Домой уже не заношу. Открыла рододендрон, который меня совершенно не радует. Ну вот, ну не радует, как перезимовал. Нужно сделать ему обработку. Ну не знаю. В общем, ну как-то так. В общем, какой есть, ну что сделать. Вот так. Начинает зацветать Абриетта. Посмотрите, скоро здесь будет красота. Вот тут от соседей возвращается агроном. Ты все проверил, соседи-то? Все, Леонид? Идет с умным видом. Что-то там проверял. Конечно, без тебя там никак. Ты куда пошел-то, Леня? Леня, я тебя не знаю, да? Ну и ладно, иди к своим делам. Как хочешь. Смотрите, друзья, первые цветочки приму появились. Как я люблю эти весенние цветы. Они такие нежные. Здорово. На днях нужно расставить еще фигуру по своим местам. Еще пока руки не дошли. Еще не все вынесло из теплицы. Но то, что вынесла, обязательно расставлю по местам. Сегодня мельницу достала. Нужно ее принести на свое место. Ну, в общем, друзья, как всегда, вечера проходят. И вечера, свободное время проходит. В общем, вот так. Скоро сюда переедут плющие, листные, пеларгонию. Ну, уж я надеюсь, конечно, что скоро. И здесь обыграем соседский сарай. В общем, вот такое сегодня для вас коротенькое видео. Всем, друзья, спасибо за просмотр, за комментарии, за лайки. До скорой встречи на моем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok